здесь люди ходят здесь ездить нельзя что нарушение правил дорожного движения поэтому на видео по метрам безобразие по тротуару есть такой безобразие отойдет поездку выезжай назад дай вы ездите назад и ездите на тротуар заехал на поезжайся возвращайся задний ход включаете и едете колеса прямо выкрутите и едете сними камеру я тебе покажу можно микрофон заберу вы кто а вы кто а вы кто а вы кто вы не евреи от первый спросил еще решили что я не еврей я еврей в еврей да а что вы здесь стою а вы что а что вы здесь собрались стоим а вы что у вас какие претензии есть к этому магазину к этому месту кто он стал что есть какие-то претензии но вы тут собрались воде что вы здесь подошли смотрите здесь получается отдел я могу сейчас вызвать пожалуйста я не у вас 12 мне сказали что вы здесь кого-то кошмарить а мне сказали что вы к девочкам маленьком пристаете похоже ну такое было вот так вам 21 отдел пожалуйста вперед чем у вас здесь проблема у нас нет проблем еще вопрос у вас здесь микрофон вы ждете как человек который выступает с микрофоном я не выступаю с микрофоном а с чем я стою стоить выступает на сцене ой все начались термины я спрашиваю не у тебя у вас нет у вас нет важно не важно давайте по одному не устраивая камера никто не выключать не будет хорошо так вот смотрите вот почему почему вот допустим зимой тут стоят знаки понедельник не ставит а вторник не ставить здесь то есть каждую ночь в эти дни должны что делать убирать дорогу машинам места не хватает ставят сюда но за эту зиму я была убрана дорога ни разу где были вы сваря в какой конкретный день всю зиму всю зиму в разных местах конечно вот сюда вы видимо не заходили то есть вы здесь приехать и выпендриваться вы можете а когда вот там вот надо выпендриться вас нет но давайте вы это будете сделать смотрите вы собрали народ людей у магазина так и в чем ваша задача мы стоим еще раз просто стоит да у вас со слухом плохо нет понимание может плохо мне очень но почему я должен повторять одно и то же несколько раз видимо до вас плохо да вот микрофон стоит вас рюкзаком стоит и что-то там записывайте что-то снимаете вы кино делаете кино делают кино режиссеры а вы получается не стоит еще раз повторяется никто получается никто возможно это вы То есть полчаса, смотрите, чем вы сейчас занимаетесь? Стоим, еще раз повторяю. Еще раз спросите такой вопрос, я вообще перестану разговаривать с вами. Еще вопросы? Я вижу, вы хорошо подготовлены. Конечно. Здравствуйте. А скажите, зачем вы на тротуар заезжаете? Магазин видите? Видим. А это парковка магазина. Нет, это не парковка, потому что отсутствует знак парковки, отсутствует разметка. А отсутствует знака, это запрещающий парковаться? А здесь не должно быть никаких знаков, потому что это тротуар по определению. Вот газон, вот бордюр по ребре. При каждом магазине существует парковка. Нет, если есть знак, если есть разметка. Здесь тротуар для пешеходов, машинам здесь не место. Ребята, а что это лучше работать, чем для интернета снимать всякую хуйню? Не ругайтесь, не материтесь, просто отъедете назад и не заезжайте сюда больше. Хорошо. Не вперед, назад, ответьте. Вперед не надо. А что, людей будете давить? Я сейчас психанул нахуй. Сейчас наклейку наклеим вам и все, и на этом все и закончится. Пошу, пусть я наклеить. Наклейка сейчас будет, если не уедете. Покиньте тротуар. Покиньте тротуар. Здравствуйте. Что это закопление граждан такое? Ничего, просто стоим, отдыхаем, выходной вечер. Стоите отдыхать? Да, общаемся, разговариваем, обсуждаем жизненные темы. Мы вот с ребятами. В начале рейда этот человек приставал к нам с глупыми вопросами. Он дождался того, что его забрали сотрудники полиции. Что тут у вас происходит? Стоим, кушаем. Просто люди жалуются, что здесь уже угрожают кому-то баллоном газовым. Кто кому управлял? Не знаю. Значит, не мы. Здесь происходит незаконная парковка на тротуаре. Мы боремся с тем, чтобы здесь препятствуем движению по тротуару автомобилей. То есть у вас тут что? Отдельный пост какой-то что ли? Да нет, не пост. Просто вышли погулять и заодно хорошее сделают. Погулять? Да, погулять. Ну и сколько времени вы уже гуляете? Не знаю. Часа два с половиной. Я здесь четыре часа нахожусь. Кто-то три, кто-то меньше, кто-то больше. То есть ваша цель это предотвращение правонарушений по линии ГИБДД. Просто люди жалуются, якобы обычные люди. Вот это прохожая часть. Почему вот здесь не поставят машину? Вот такие люди жалуются. Ну, те, кто не может на них. Те, кому мы не даем совершить административное правонарушение, те, естественно, жалуются. Ну, это просто, чтобы вы понимали и никаких тайных вопросов больше не возникало. Давайте без конфликтов здесь, потому что уже, ну, уже очень-очень много заявок. Общественный порядок не нарушайте. Ни в коем случае. Ну, вы уже подошли лично. Вы видели, что мы нарушаем общественный порядок? Конечно. Ну, ну... На каком основании вы с тобой заменяете полицию? А с чего вы взяли, что мы полицию заменяем? Ну, неужели вы не видите? Вот он меня незаконно снимает. Вы видели хоть раз, в последний раз, когда стоп-хамы не на ту машину наехали в Москву? Просто ваше движение никак не зарегистрировано. Вы не имеете права такими действиями зарегистрироваться? Движение не должно быть зарегистрировано. Вы с собой заменяете полицию. Нет, мы не выписываем штрафы. Какая разница? Вы препятствуете движению, хотя вы должны... Мы можем это делать. Вы должны вызвать полицию, указать им на нарушение. 45-е статья Конституции вам ответят на это. Я понимаю. Ну, все. Но вы же не можете здесь стоять каждый день. Можем. Каждый день вы здесь все равно не будете стоять. Физически не можем, да, у нас работа есть, еще бы. Почему вы тогда не пишете заявление, чтобы здесь установили бордюрные камни? А как будет техника очищать, или скорая, или пожарная подъезжать? Какая разница? Какая разница? Вы что, прикалываете? Они не переедут, они же переедут спокойно бордюрный камень, потому что техника, скорая, и все, и пожарные, и все переедут. Это объясняет. Пожарным разрешено машины толкать, если они не могут подъехать. Разрешено. Просто вы спешите какой-то ерундой, которую они принесли. Делают и делают. Нормально. Даже и через камни бордюрные перепрыгают. Вы каждый день не будете стоять. Это ваше мнение, вы так считаете. А я знаю, что есть эффект. Так вы поймите. Вы уже один раз, и вы, и другие делали. Потому что здесь, да, здесь нельзя ездить, нельзя парковаться. Но это все полумеры. Вы сейчас привлечете внимание к проблеме, вот удовлетворенно уйдете. А люди продолжат здесь парковаться, пока это не оградят. А это могут только власти сделать. Вы не сможете здесь стоять весь год. Не надо нам весь год стоять. Вы это видео, куда потом выложите? Сами решим. Что значит сами решим? Ну так, сами решим. Но в момент, когда выложите, вы нарушите закон, правильно? Нет. Как, дед? Потому что это общественное место. Ну как нет? Ну вот так нет. Общественное место можно снять все что угодно. Вы можете вести съемку в общественном месте, но не конкретных людей. А если вести, то предупреждать их. Не должны. Мужчина, ну вы идете вот сейчас по тротуару, у вас с пятерочкой камеры снимают. Что вы подходите к ним говорить? Это государственная. О, пятерочка государственная? Вы что, смеетесь? Вы делаете, в принципе, правильное дело. Все. Ну абсолютно неправильными методами. Вы предлагаете подставить полусферы, да? Полусферы. Решение какое-то. Можно найти? Никакое. Просто не заезжай сюда. Подождите, есть решение. Правила дорожного движения. Перед вот всем пятиэтажным домом в течение 10 лет парковались автомобили. Если в этом районе существуете, вы это знаете. Вот они не паркуются уже год. Это уже как начали пятиэтажный дом. Потому что люди, активисты, пошли писали, писали, писали. Что там сделали для того, чтобы они не паркуются? И там просто начали каждый день ездить в полицию. И страховать на пятиэтажный дом. И так же привлечем внимание и вылечем. Привлечем внимание и вылечем. Почему вы не привлекаете внимание полиции? Благодарите ребят, что ли? Мы не привлекаем внимание полиции. Молодцы вообще. Молодцы, вот такую работу делаете вообще. Ребята, вам по грамоте надо дать. Вообще так здорово. У меня сейчас машин здесь не будет. Мы прям вздохнем спокойно. Это не жизнь станет хорошо. Что здесь вам платят, вы отрабатываете? Нам Байден вчера деньги прислал, а мы пришли. А кто платит? Если вы так осведомлены, кто платит нам? Это конечно же бред. YouTube? Почитайте, уже не платят давно. Вы все равно не сможете здесь стоять каждый день. И полиция, она точно так же матерится, что их вызывают на суда и заставляет какие-то ерунды заниматься. Как раз таки нет. Вы тут вообще не правы. Почему вы не можете вызвать эвакуатор в полном секунде? Мы вызвали. Ну а где он? Ну вот где он? Можете его тоже вызвать. Так может быть это, вот нельзя ли все это прописать? Во все инстанции разослать, а потом здесь стоять? Я вот просто не понимаю подход с обратной стороны. Смотрите, мы позвонили в 112. Какая разница, напишем мы, либо позвоним? Я считаю, из этих движений ваших было интересно. А когда ваш один из коллег страдает, когда он страдает за какую-то идею, вот когда какой-нибудь идиот разгонится пьяный и вас переедет, вы пострадаете за какую-то идею? За лайки. Вы же понимаете, что мы это делаем, чтобы и вы могли ходить нормально? Я все понимаю. Все, все. Вопроса в принципе уже дальше не должно быть. Вы просто положите сюда, не знаю, дерево. Ну, никто не проедет. Вопроса в принципе. Вы кто такие? На каком основании вы мне закрываете дорогу? На каком основании? На основании того, что это троповар, вы водитель, который мешает правил дорожного движения. А где знак висит? Вы где? Уху, кто у вас там. Где знак, что здесь тропов? Где знак, что здесь стоянка запрещена? Где? Вы правила дорожного движения знаете? Так, вы кто? Инспектор ГИКВДД? Вы кто инспектор? Почему вы там? Он вас тут там ожидает. Я сейчас к нему туда и поеду. А ты? Вы кто такой? Вы голос на него. Нет, не имеешь права. Ты кто такой, спрашиваешь? Гражданин Российской Федерации. И что? И ты имеешь право, ты мне загораживать что-то? Конечно. Здесь человеческое нарушение, я имею полное право. Ты что, работник ГИКВДД? Нет, нет. Кто не будет прав? Отходи. И кто не будет отходить, девушка? Через инспектор ГИКВДД. Там этот стоит, я сейчас туда и поеду, успокойся. Вы как-то не туда двигаетесь сейчас? Нет, я сейчас туда двигаюсь, к нему. Вы сейчас не туда двигаетесь. Мы стоим на законных основаниях. На каких вы законных основания стоите? На том, что это тротуар. Где написано, что это тротуар? Право дорожное движение. Где написано? Глава 1, открывается, там определение есть. Что такое тротуар? Здесь, где написано? Здесь широкая дорога. Я здесь живу уже 10 лет, здесь машину ставлю. Я вас поздравляю, 10 лет он нарушается. Отойди. Никто не будет отходить. Девушка, вам ответили уже. Ну, видимо, надоело, да, тебе здесь идти лежать? Мне очень надоело, чтобы тут попали. Ну, я фотографии делаю. Да ради бога. Ну, это бесполезно. Иди, зови мне сюда инспектора. Мне что, милицию вызвать, что ли? Завайте кого хотите. Вот встали два болвана и все. А милиция даже не подходит, понимаешь? Ну, как я наеду на них? Давай лучше в 21-е позвоню, чтобы они пришли. А позвони этому участковому, как он вас облачает. Зависит, да, инспектора, раз ты тут такой умный? Сейчас он сколько раз в воде к вам подойдет. Вы же видите, что он их дурят, смотри. Лучше бы шел работать куда-нибудь. Какое-то отношение иметь к моей работе. А не с шестеркой какой-то ходить, там где-то что-то выискивать. На гражданская позиция. Какая твоя позиция? Ты шестерка. Еще и на комика там. Держ, вы вперед не проедете никак от слова вообще. Без протокола инспектора ДПС. Позовите сюда инспектора. Что еще вам сделать? А вы кто такой? Гражданин, житель города Санкт-Петербург. И что, какой вы имеете? Пешеход, нахожусь на тротуаре на законных основаниях. Вас здесь быть не должно. Где здесь написано, что здесь? Инспектор ДПС находится вот там. Поэтому, пожалуйста, продолжать движение туда. Вы инспектор ГИБДД, чтобы мне указывать, как мне вести себя автомобилистом? Нет, я добропорядочный гражданин, который увидел ваше правонарушение и сообщает вам об этом. Если вы сейчас не поедете к инспектору ДПС, у вас будет стикер на лобовом стекле. Потому что вам плевать, то что вам говорят. Вам стикер, сейчас я налог приклею. Оформляй. Я на вас суд подать, чтобы его... Пожалуйста, сдавайте. Куча слабая. Пошел в бой. Грозно. Они мне наклеили, представляешь, эту штуку, блядь, на машине. Я сейчас милицию вызову. Она вот. Вы сейчас вторую получите. Оформляй вторую. Сейчас она будет давить. Оформляй вторую сразу. Пошел вон. Вон никто не пойдет. За речью следите. Пиздельник мне. На войну у вас вообще к Кадыраму куда-нибудь. Немножко еще спорьтесь. Мы пьемся, у нас копейку отсюда эвакуировали. Сейчас запорчу имущество, я иду в 21-е отделение. Вы еще будете? Хорошо. Что это сделать? У нас просто копейку отсюда эвакуировали. У нас есть все на бумаге, что... Солите на этих есть денег. Мне, чтобы на войну пойти. Можно к вам туда сесть? Защищать родину. Они вот тут с шестерочками какими-то там подметают тротуар. Боже мой? Здравствуйте. А вы зачем на тротуар заехали? Да. А вообще здесь все время машины стоят? Все время нарушают. Парковка? Где парковка? Парисована. Вот там. А где знак? 6-4. Знака нет. А спросите у властей, почему они не повесили? Потому что здесь тротуар, поэтому не повесили. Ну я с вами не соглашусь. Отсюда постоянно... Я не пользуюсь постоянно. Парковка со стороны проспекта Сизова. Там есть знак, там есть разметка. Здесь нет. То, что когда-то было нарисовано, видите, затерли специально. Вот специально черным по белому затирали. Не надо ехать вперед. Не надо ехать вперед. Здесь тротуар. Здрасте. Вот парковка. Я еду поставить машину. Здесь есть знак, разметка. Ни знака, ни разметки нет. Здесь нет парковки. Парковка со стороны проспекта Сизова. А это что? Тротуар это. Вот это вот карман, где стоят машины? Это все тротуар. А вы-то всех кто-то? Я человек, это тоже все люди. Пешеходы находятся на тротуаре на законных основаниях. Так сзади вас место, пожалуйста, разворачивайтесь. Отойди. Отошел ты, а ты. Отошел. Наклей, наклейка, 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 наклейка. Наклаки. Слышь, ты придурок. Сигналы. Он не придурок. Я уезжаю вообще. Сиди, сзади, как ты. Спокойно, баран. Вообще, балл, балл, балл. Ребят, на камеру смотрите. Уходите, сзади. Вы себя тоже увидите. Вали, слышь ты. Ты мне на ногу наехал. Я разворачиваюсь, пытаюсь уехать. Из-за тебя места много. Разворачивайся, как хочешь. Дайте выехать, туда не выехать. А вы ничего не попутали? Я ничего. Что вам пешеход на тротуаре еще должен уступать? Это пешеход. Это пешеход. Я пешехода пропускаю. Да вы что, у вас здесь вообще быть не должно. Почему же? Потому что тротуар для пешеходов. А вот там разметка для кого здесь? А где знак 64? Дальше. Вы вот стоите, вот снимаете там микрофон, туда-сюда. Что это? Стоим здесь. Нельзя? Почему? Можно. А что, нельзя сюда заезжать, что ли? Можно разу? А что, нельзя? А он один, парковочный, не стану еще. А где этот? Кто? Ну, который такой, с буковкой, обозначающий парковочку под номером 6.4. Так а вот здесь вот нету нигде парковочку обозначается. И что дальше? Со стороны проспекта Сизова, около универсама Сизон, есть знак 6.4, обозначающий парковку. Есть разметка? Здесь нет. Здесь специально все зачертили, то, что было разлиновано. К вашему приезду, что ли? Это уже давно зачертили, уже года полтора назад. И мы года полтора здесь вместе с сотрудниками ГИБДД пытаемся образовать водителей, которые не учили правила дорожного движения, чтобы хоть чуть-чуть в их голове было просветление. Да? Конечно. Не думаете, будет? Ну, знаете, раз штраф, два штрафа. У кого-то раз машину дернули, второй раз дернули. Ну, вот это эффективнее. Чуть-чуть, увы. Это эффективнее, чем вот эти микрофоны-то, по-моему. Ну, так если хотя бы у одного человека после разговора с нами в голове хотя бы малейшее представление будет, что здесь тротуар и он для пешеходов, ну, значит, я не зря что-то делаю. Да как вы-то вот общественное или что-то? У нас общественное движение, СтопХам, СПБ. Ты видел, видел по телику эту фигню. Да, покажите там. Наклейка-то? Да. Да, 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 да. Мне... Ха-ха-ха-ха. Ну, нормально. Не-не, молодцы, так и надо, конечно. Только время-то сколько убивать, а? Ну... С семьей как-то провести, да. Вот я сейчас в отпуске, например, нахожусь, да. Я днем делал дела свои, потом вечером несколько часов выделил для общественной деятельности. Или вам это, что-то там тетемите, нет? Если бы, знаете, сколько у нас народу было бы, если бы нам что-то, что-то... Если бы за это платили, как думаете, было бы нас вот здесь сейчас 6 человек? Да нет, нас было бы 46. Может быть. Но вы бы тогда сделали лимит по этим... по людям. Мы всегда говорим то, что приходите на рейды, не хватает людей. Мы всегда рады новым участникам. Ладно, хорошего вечера вам. Да, и вам не хворать, да. Иногда на рейдах нам не хватает активистов, поэтому, если вы неравнодушный гражданин, если вам не наплевать на то, что происходит, если вы хотите стать одним из активистов СтопХам СПБ, приходите к нам на рейде. Информация о дате и месте проведения рейда выкладывается в нашей группе ВКонтакте за сутки до проведения рейда. Поэтому видели объявление и стали полноценным участником рейда в СтопХам СПБ. ПОДРАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ